Сегодня даже не верится, что еще пару дней назад самарцы готовились к длительным холодам. В начале сентября лето будто бы выключили. Среднесуточные температуры были ниже нормы, в среднем на 7 градусов. Такие резкие погодные изменения не слишком понравились жителям города. Ведь в начале осени многие занимаются активным сбором урожая и по-прежнему выезжают на природу, чтобы отдохнуть от городской суеты. Казалось, в области уже установилась стабильно холодная осенняя погода. Но в конце прошлой недели внезапно переменчивая осень решила порадовать жителей нашего города летним теплом. В выходные дни у нас по территории потеплело, скажем так, на 4-6 градусов выше нормы температуры были. В дневные часы воздух хорошо уже прогревался и до конца этой недели мы тоже относительно теплую погоду ожидаем. Единственное, что немножко будет впечатление бабьего лета портить дожди припадающие. По прогнозам синоптиков, хорошая погода порадует нас еще как минимум неделю. Ночи обещают быть теплыми от 9 до 15 градусов. А в дневные часы температура воздуха будет подниматься до 19-24 градусов, что считается довольно высокой температурой для текущего периода. Единственное, что может слегка омрачить настроение горожан – кратковременные дожди и грозы. Классического бабьего лета, к сожалению, в этом году ждать не приходится, отмечают эксперты. Впрочем, с самарцем и такая погода вполне по душе. У нас в Самаре сентябрь вообще замечательно всегда. И октябрь хорошим даже. Золотой сентябрь. Бабьи лета же должна быть. Ну, две недели будет. Ну, надеюсь, бабьи лета продлится. А осень самая хорошая, когда золотая осень. Тогда осень. А пока еще начало не почувствовали. Несмотря на то, что первая половина сентября была аномально холодной, горожане все еще надеются погреться в лучах теплого солнца. И не зря. Ведь погода в конце сентября придет в свою климатическую норму. И наступит долгожданная багряная пора и настоящий бархатный сезон. Александра Гусева, Григорий Плешаков. События.